В эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня наш гость Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ и директор региональной программы Независимого института социальной политики. Наш телефон для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Можно послать свое сообщение на номер 7 903 743 28 01. Так что задавайте свои вопросы Наталье Васильевне. Мы будем говорить о региональной политике, о том, что происходит прежде всего с, ну начнем по крайней мере, с бюджетами, с тем, похоже, оскудением, которое там происходит. Вот, Наталья Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Я сегодня прочитал такую аналитику Сбербанка, где сообщал, что по итогам года дефицит региональных бюджетов может превысить 0,8 триллиона рублей. Ну, некоторые тут же прокомментировали, что это заниженные цифры, будет триллион. Это что значит? Это значит, что фактически живут непосредством, так? Это так, но насчет цифр я бы задала вопрос, это именно консолидированные бюджеты регионов, потому что пока, по январю и июлю, там профицит формально. Но он сделан тремя регионами. Москвою, которая умеет экономить, потому что бюджет огромный. Санкт-Петербургом, которому хорошо добавили и вовремя поставили на постой Газпромнефть и других товарищей. И с Сахалинской областью, которая действительно сейчас в хорошем положении, потому что нефть на пике, а у них соглашение о разделе продукции и утащить всю денежку из региона невозможно. Она в нем остается в бюджете. А там же пересматривали, по-моему, как-то эти соглашения. Они пересматривали пропорции разделения между иностранцем и прочим, но это роялти и специальные платежи, которые зафиксированы в пользу региона, и здесь делать ничего нельзя. То есть Сахалин ограбить не удалось? Да, Сахалин ограбить не удалось. А других и не грабили, потому что, например, Красноярский край сейчас добывает нефти больше, чем Сахалин. Но от этого вообще ничего не получает то, что монарши милостью не только на федеральные налоги введена льгота для Роснефти, но и до кучи, и на региональные тоже. То есть они не заинтересованы, вот какой-нибудь Красноярский край в том, чтобы расширять, предположим, добычу нефти, полезных ископаемых и так далее? Нет, полезно и другое, потому что те льготы, которые есть, это все-таки нефтянка в первую очередь. И ситуация там такая. Господин Сечин сказал, что без льгот невозможно осваивать Восточную Сибирь, слишком дорого. Федеральный центр согласился, и ради бога, если вы не хотите получать налог на добычу полезных ископаемых, углеводородных, пожалуйста. Какого рожна вы перекрыли кислород региональным бюджетом, который от этого тоже ничего почти не получает? Вот это плохо. Ну хорошо, а вот в тех остальных минус три регионах, что, собственно, происходит? Значит, у остальных либо был крошечный профицитик копеечный, а в 60% субъектов Российской Федерации имели дефицит бюджета. 60%! И это лето. Они же отчитываются по исполнению указов президента декабрем. Вот в декабре будет очень нескучно. Я жду, потому что ровно в прошлом году, когда впервые пришлось выполнять эти указы, буквально за ноябрь декабря этот дефицит и возник, потому что регионы судорожно занимались, чтобы разобраться с этой выплатой. Они должны были рапортовать о том, что они выполнили указ. Но это же машинка самоигральная. Вы подняли зарплату бюджетникам, соответственно, выросла средняя заработная плата по региону. Вам опять надо повышать зарплату бюджетников. И так до бесконечности. Это как с пенсиями. Один раз приняли решение, и мало не покажется очень долго. То есть вы втягиваетесь в такой бесконечный процесс? Да, это перпетум мобили. Скажите, ну а как, с одной стороны, правительство может, с одной стороны, требовать повышать эти расходы по социальным обязательствам, выполнять эти указы, зарплаты и так далее. А с другой стороны, снижаются трансферты и вообще игнорируются вот эти дыры. Ну, немножко шизоидальная позиция, попробую ее объяснить. Давайте начнем с зарплат. Во-первых, я должна, я говорю это на всех углах, повторяю еще раз. Повышение зарплат учителям, врачам, основной их массе, и это региональная полномочия. И господин Путин нарушил бюджетный кодекс, потребовав выполнять это полномочия без обеспечения ресурсами, если ты захотел, ради бога. То есть он должен был... Он должен был обеспечить ресурсы. То есть, условно говоря, в бюджет внести поправки, провести это через Думу и сказать, вот мы даем столько денег из федерального бюджета. Еще право, бюджет внести, согласно. Но самое главное, пожалуйста, сделайте субвенцию целевую, это полномочия, если вы так его оформляете, или дополнительную дотацию. И что сделали? На учителей докинули 60 миллиардов, ну просто, чтобы было понятно по цифре, объем трансфертов из федерального бюджета в регионы. Последние годы где-то 1,7 триллиона. 60 миллиардов это просто капля в море. В этом году, в 13-м, докинули 100 миллиардов на вот эти цели повышения. По оценкам моих коллег, это покрывает хорошо, если 30, ну самые оптимисты говорят, 40 процентов дополнительных расходов, которые получают регионы. А остальное, ребята, давайте сами. Получилось, что? Получилось, что федеральный центр фактически подталкивает регионы к очень простому решению. Зарплату снизить нельзя, ее надо повышать. Соответственно, число получателей этой заработной платы должно существенно уменьшиться. Мне говорили, что происходит следующее. Берут, сокращают учителей, преподавателей, врачей. После чего повышают нагрузки на оставшихся, соответственно, увеличивают им зарплату. То есть они работают больше, получают больше. А кто-то остался просто без работы. Это раз. Второй путь, более радикальный, это сокращение сети. Когда у вас становится меньше больниц, меньше поликлиник, меньше школ и так далее. А это идет? Это в сельской местности школы сокращаются уже с 2005 года. Это процесс идет, это оптимизация сети. И сейчас он резко ускорился в здравоохранении. Это то, за что возненавидели Марию Гайдар, которая была вице-губернатором Кировской области, а теперь стала радиоведущей «Эхо Москвы». Вы понимаете, в чем дело? Вот я бы так сказала. В этом есть некий разумный смысл в сокращении. Какой смысл? Рассказываю. Сельское население во многих территориях резко сократилось. Сеть учреждений еще советская, редко где тронутая. Все равно как-то подстраивать надо, потому что бульвар бюджетный, вот держать эту сеть в прежнем виде без пользователей уже не может. Другое дело, как, за счет чего, что мы сокращаем, где делаем специальные какие-то гибкие формы, мобильные. Необещанный там какие-то транспорт, что будет. Автобус ходит, школьные автобусы возят. Хорошо, школьные автобусы, а скорая проехать не может. Со здравым плохо, потому что основные пользователи – это лица старших возрастов. И с учетом того, что еще сократился муниципальный транспорт, просто добраться до этой больницы стало сложнее. Короче, проблемы нарастают. И это как бы со стороны расходов. А со стороны доходов тоже все не очень весело. То есть все меньше и меньше поступлений? Минус 2% по доходам консолидированных бюджетов субъектов. Это сложное слово, я объясню просто. Это и региональные, и все муниципальные бюджеты. Минус 2% за счет чего? Минус 20% налог на прибыль, потому что, извините, стагнация. И минус 15% федеральные трансферты. Вот получилось, что вам не только велено поднять зарплату, вам еще порублены перечисления. Но, правда, большая часть порубленного, это инвест-расходы. Вот это субсидии, которые идут на... Ну, инвестиции, это же тоже занятость. Это дороги, например, блядь, транспорт. Так это еще и вероятность прихода инвестора. Если регион не вкладывается, то тогда у него меньше шансов заработать в будущем. Регионы из последних сил, вот за эти 7 месяцев, пытались и нарастили такие расходы на нациоэкономику. Но должен быть какой-то вот источник, где рубится, ЖКХ. А в ЖКХ еще одна засада. Если муниципалитет и регион меньше субсидируют ЖКХ, значит, должны расти тарифы на коммунальные услуги. А им велено расти на 6%. И никак больше. Я думаю, что не выполняют. Знаете, я не знаю, могут ли за всем уследить, но расходы на ЖКХ крохнулись довольно хорошо. Там примерно 8-10%. По отдельным регионам на треть они полетели. И я жду конца года, чтобы посмотреть, вот что из всего этого безобразия выйдет. А я бы хотел посмотреть весной, сколько будет аварий, там всяких прорывов, перевозки батарей разных, самолетами. Понимаете так, там огромная доля, конечно, нехороших расходов. Расходов коррупционных. Воруют хорошо. Там нет никакого, чтобы это все улучшить, там нужно оптимизировать управление, а не рубить в первую очередь расходы. Вот когда вы сделаете правильные институты, дальше вы можете сэкономить. При старых институтах, плохих, если вы так экономите, думаю, что будут проблемы. Будут. Ну, видите, потому что с одной стороны будут требовать, а с другой стороны, системы условного наказания такого злодейского, сталинского типа нет. Когда боится какой-нибудь начальник много упереть. Согласна. И еще будет что интересного. Понимаете, мы всегда, вот я придерживалась точки зрения последние два года, что российская система политическая, социальная, жутко инерционная. И вот та малоприятная ситуация, в которой мы находимся, может продолжаться очень долго. И вот тут своими руками, своими теплыми, мягкими руками федеральный уровень власти запускает процесс дестабилизации базовых расходных полномочий на уровне регионов и городов, где вот все, в общем, реально обычная жизнь происходит. И идет накопление таких рисков, причем по всем фронтам, что я только не перестаю изумляться и говорю, ребят, а вы сами это как, это внутреннее вредительство или что? Или это просто недомыслие. Я думаю, что это сочетание популизма, которое ударило. Но там все очень просто. Хотели сделать доброе дело, но чужими руками, потому что на свои как-то денежки тратить не хотелось. Хорошо, ну а вот про руки все-таки давайте про эти ловкие руки немножко поговорим. Но ведь с другой стороны федеральный уровень повысил, по-моему, в несколько раз расходы на так называемые оборонные сферы, на вот этот ВПК, туда вот в эту дыру и так далее. Но мне это не нравится, кому-то это не нравится. Владимиру Путину это нравится, предположим. Ему там хочется, чтобы какие-то подводные лодки там плавали под Северным полюсом, о чем он сегодня опять рассуждал, что чужие там плавают. Но дело не в этом. Дело в том, что, хорошо, вот эти деньги закачиваются в какую-то экономику, в том числе в региональную, в том числе вот в то, что вы называете второй Россией, индустриальной. Вот как эти суммы, которые туда будут вброшены, там что-то, они возросли с 600 миллиардов рублей в третьем году до 2,3 триллиона в 13-м. То есть за 10 лет, значит, это во сколько-то раз там, во много раз. Там надо считать еще инфляцию. Да, ну, естественно, инфляция и так далее, но все равно много, да? Много. Вот куда эти деньги уйдут и помогут ли они, опять же, российской провинции? Безусловно, они поддержат занятость в индустриальных городах, которые связаны с ВПК. Ну, например, какого типа города? Ну, пожалуйста, вам, вот, город Северодвинск, пожалуйста, куча уральских городов, которые делают металл для этого оборудования. Пожалуйста, ну, Омск, ну, он, может, не так важно. Города, которые делают оборонную технику, авиастроение. Ну, то есть нашлепают танков, подводных лодок. Да, 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 да. И эта занятость, безусловно, поддержит. Второе. Я полагаю, что руководители этих предприятий люди опытные, и большую прибыль они ни в коем разе показывать не будут. Поэтому для бюджетного процесса будет немного доходу от этих предприятий. Ну, так, в общем, всегда и было. Но НДФЛ, поскольку люди занятые, они платят налог на зарплату, да, он, конечно, будет поддержан и будет расти. А он идет в какой бюджет? Регион. В регион муниципалитета. Два уровня. Поэтому косвенно это является неким драйвером. То есть губернаторы и мэры заинтересованы в каком-то смысле, если у них есть эти оборонные предприятия, идти в Москву и говорить, а давайте мы вам наделаем много танков, самолетов и каких-нибудь железок. А это не их уровня решения. Их даже там не спрашивают. Ну, почему же? У них же есть конкуренция. Вот есть танковый завод, условно говоря, в Омске, и есть как Уралмаш, вот этот вот холдинг. Ну, начнем с того, что Уралвагонзавод, это Уралвагонзавод, в объеме продукции танки хорошо есть 20%, он живет за счет вагонов и нежной любви с РЖД. Так, Омске покруче будет. Так, его распределение... А в Омске стоит, говорили как раз. Посмотрим, потому что танки, может, не очень нужны. Понимаете, я не военный человек, поэтому специализация... Ну, мне интересно просто, вот конкуренция есть за эти заказы? Нет, все уральские, вот когда был Россель, он бился за оборонзаказ, потому что на Урале это очень серьезно. Я, когда все губернаторы, у кого есть авиапром, тоже ходят и бьются, но решения принимаются не ими. Биться ты можешь, ну а дальше уже без тебя разберемся. Решения принимаются, статус, на уровне Владимира Владимировича Путина. Полагаю, да, и близкого круга товарищей. То есть это Чемизов с Россовыми технологиями, это Бицей Драгозин, который... Это не губерское дело. Ну, вот эти вложения, хорошо, они могут обеспечить, опять же, выход или там какое-то продвижение из так называемой вот этой стагнации? Вот тут Улюкаев где-то там на Бали сказал, что по промпроизводству в октябре-ноябре есть некоторое оживление, но в целом стагнация продолжится. Отвечаю, если брать до некоторого оживления, то за январь-июль, за 7 месяцев, объем промышленного производства в России вырос на 0,0%. Это чистая, незамутненная стагнация. Если к концу года немножечко... Это по официальной статистике, которую мы знаем, как она точна. Да, они работают только с Ростатом. Нет, вы знаете, я считаю, что объемы, они более-менее динамику они мерят. Как раз я вот этой статистике вполне доверяю. Вы знаете, я тут натолкнулся на замечательное такое замечание господина, по-моему, Николаева из ФБК, который сказал, что он весной обнаружил там, у них был показатель у статистиков. С одной стороны, они показывали рост строительства, а с другой стороны, снижение на 18% производства раствора вот этого цементного, да. А теперь, оказалось, осенью он хотел снова проверить, что там с этим раствором-то. А они больше не меряют, сколько этого раствора. Ну, понятно. Чтобы не возникало вот этого когнитивного диссонанса, да. Ну, я вам скажу так. Мелкие мухляжи есть, без сомнения. Но крупных вот таких, ну, уже совсем серьезных провалов все-таки не допускают. Есть вопросы, прежде всего, к статистике доходов. Даже не столько к промышленности. Есть вопросы к статистике инвестиций. Ну, простите, минус 1,4% за первое полугодие. А если взять восьмой год, я мерю все до кризиса. Минус 7%. Мы из инвест-ямы не выползали. Ну, то есть стагнация – это факт. Да. Без сомнений. Опять же, что будет происходить с разными Россиями? Единственное, что я хотел бы все-таки, чтобы вы коротко, я понимаю, что вам уже это ужасно надоело, сказали про эти четыре России, вот чтобы люди понимали, о чем речь. Есть Россия, Москва и Петербург, есть какая вторая? Не только. А вы все-таки высшую лигу, значит, расширили. Конечно. Так я не расширяла, она такая и есть. 20% россиян живет в городах-миллионник. И это другое население с точки зрения модернизации, человеческого капитала, да и доходы повыше. И самое главное, образ жизни немножко уже другой, ценности немножко другие. Если добавить к ним полумиллионники, это не самые плохие города, Томск, например, Краснодар, например, тоже 800 тысяч, то это уже треть почти населения страны. И именно в этих городах вот варятся эти изменения, происходят с разной скоростью, но все равно происходит модернизация. Они наименее совковые. Да, страшное, но тем не менее. Дискредитированное. А плевать. Понимаете, я не соотношу понятные термины с частотностью их употребления в Кремле. Просто затаскал один человек. Так сейчас уже не говорят о модернизации. Ну, а я продолжаю. Потому что то, что человек домодерна становится человеком модерном, у него меняется отношение к государству, отношение к никакой сакрализации, отношение к опоре на свои силы, потому что ты должен быть конкурентоспособным, а не ждать милостей. Вторая Россия, и это вот Россия таких средних, и часто немаленьких, потому что Череповец в 300 тысяч, Магнитогорск в 400 тысяч, но в массе своей это 50-100-150 тысяч жителей городов, у которых два варианта. Либо это индустриальные города, то есть их специализация позволила сохранить индустрию. Металлурги, нефтянка, газ, автопром одежда, или же города, в которых промышленная составляющая сжалась, но функции центров они вполне выполняют, локальных, муниципальных центров. И третья Россия, это село, это очень маленькие городки, такие спящие, где везде картошка в огородах, и как я написала, что их не волнует смена правительства, главное, чтобы в мае поздних заморозков не было. Потому что люди живут от земли, от даров леса, и в общем они инертны, это люди, как правило, с минимальным человеческим капиталом, с худшим образованием, их конкурентоспособность ниже, но это тоже Россия. Смотрят две программы телевидения. Ну, наверное, но они тоже... Обычно так. Они разные эти люди, но в общем, как бы как слой, это слой наиболее инертный. А четвертую-то Россию забыли? Ну, там как бы ее надо вычленять из всех трех по кусочкам, это республики с поздней модернизацией совсем. И здесь модернизация не по... То есть коротко Северный Кавказ и Тува. Да, и республику Алтай до кучи можете добавить, ее горная часть. Это территории, где не завершится. Алтай, я бы пожалел, там как-то туризм очень сильно ее продвинул. Ну, надеюсь. Особенно вот там Покатуни и так далее. Вы видите, там даже бум начался такой строительный. Есть маленько. Есть. Но там просто логика очень проста. Еще не завершен демографический переход. То есть высшая рождаемость, сложные многопоколенные семьи, высшее влияние традиций. Безработица молодежная. Везде высокая, всякая безработица, хотя некоторые рисуют уже смешные цифры себе. И самое главное, это очень специфическая модерность. То есть города еще не сформировались как реальные центры, которые могут трансформировать это общество от патриархальности к некому более современному. Где-то лучше. Там сначала будет, видимо, средневековье такое с красивыми домами и мечетями. Нет, нет, нет. Какого-нибудь грозного. Роль религии велика, спорить не буду. Но если вы поживете, побываете в Махачкале, вы увидите, что это невероятно живой город с огромным разнообразием молодежных сообществ. Они все живые. Особенно, я выделяю из Кавказских республик Дагестан. Там очень интересные процессы идут. Но на это все наложена своя специфика. Вот просто это несколько специфическая Россия. Поздно стартовавшая в модернное общество. И куда федеральный центр дает без контроля крупные суммы, лишь бы не было войны. Ну это покупка лояльности. Спорить не стану. Но про суммы я бы говорила чуть аккуратнее. Потому что если вы возьмете весь объем федеральных трансфертов с субъектом такого типа, 4-й России, то, например, из всех семи северокавказских республик треть получает Чечня. Треть. То есть борцам с вот этими настроениями надо сменить лозунг «хватит кормить Кавказ, нахватит кормить Рамзана Кадырова». Это будет точнее. Но я бы тут добавила лозунг «хватит кормить Москву», потому что все ресурсы, которые делает страна, создает страна, в итоге они приползают в штаб-квартиры компании, они платят налоги. Кстати, это потихонечку меняется. Налог на прибыль в Москве очень сильно просел, по-моему, на 27%. И бюджет перестал расти. Просто перестал расти. И Москва теперь будет развиваться в условиях нерастущего бюджета, к чему она, в общем, не привыкла. Да, был девятый год, когда рухнул бюджет почти на четверть, а теперь будет стагнаться. Хотя, конечно, правильный, скорее, лозунг «хватит кормить Кремль» или «хватит кормить федеральный центр». Поскольку Москва – это, ну, производная политики центра. Отчасти, да, сверхцентрализация. Это следствие политики сверхцентрализации, но российский бизнес здесь не отличим от российской власти. Я напомню слушателям «Радио Свобода» и зрителям телетрансляции. На нашем сайте у нас в студии Наталья Зубаревич, специалист по регионам и профессор географического факультета Московского университета. Наталья Васильевна, да, вот еще телефон 8 800 222 12 и для СМС плюс 7 903 743 28 01. Наталья Васильевна, а можно назвать регионы, где дела обстоят, ну, относительно благополучно? Вот если бы чуть-чуть подкрутить финансовую систему, ну, вернуть ее на уровень 90-х годов распределения, там, доходов, налогов и так далее, вот кто бы зажил хорошо? Сейчас все бегают в Минфин, там, во власть, просят денег. Ну, я думаю, даже Москва просит. А, так сказать, вот если бы немножечко эту сверхцентрализацию подвинуть? Давайте я начну с конца. Давайте. Не очень получится подвинуть. Вот я везде эту цифру повторяю. Что собрал на свой уровень центральный федеральный бюджет? Он собрал самые неравномерные налоги. Так. Это налог на добычу полезных ископаемых в части углеводородов. И второй налог НДС. Ну, и таможенная пошлина. Я не считаю. Я сейчас беру только налоги. Вот если брать только налоги, то это почти 50-50 между бюджетами субъектов и центральным бюджетом. Если вы говорите про эту децентрализацию, то смотрите, что получится. На три субъекта России, Ханты-Мансийский округ, Москву, Ямало-Ненецкий, приходится 55% всех поступлений налогов в федеральный бюджет. 5% в Петербург. 5% в Петербург. Децентрализуйте. И что мы получим на выходе? А, может быть, нужны специальные законы, которые бы... Перераспределить? Аналоги о налогах этих субъектов отдельно, а об остальных отдельно. Нельзя. Федерация, равенство. Слушайте, Конституцию кромсают, а потом какая федерация? А если на Чечню посмотрите, то точно конфедерация? Согласна, но не в этом вижу смысл. Смысл очень простой. Два шага. Первый шаг. Отдайте то, что забрали неправильно, это налог на прибыль. Вот те два процентных пункта, которые держат центр. Второе. Абсолютно непонятная схема, как они делают, что они делают с акцизами. Или уж все централизуете и отдайте слабым, или отдайте тем регионам, которые это производят. Главное, непрозрачная схема, как эти деньги и как раздаются. Вот. Самое страшное, и то, что убивает рост, это даже не распределение налогов. Но давайте договоримся, чтобы все поняли. Мы живем в стране с невероятно неравномерной налоговой базой. И хорошего решения по жизни не получится. Его можно сделать не на уровне центра региона. Его можно улучшить на уровне регионной муниципалитеты, где подчистую подгребается равномерный гораздо более налог на доходы физлиц. Сейчас городским округам оставили 15 процентов этого налога. Слушайте, а есть в России хоть один губернатор, который принципиально не грабит свои муниципалитеты? Нет такого. Нет, говорят, вот знаете, по старым годам, я вот 13-й не следила, но и 12-й, но по старым годам более равномерно раздавались деньги, вы будете смеяться, в Кемеровской области. Не так сильно подгребали, чтобы все перераспределять и держать на крючке всех глав муниципальных образований. А их не надо было держать на крючке, потому что все абсолютно лояльны известному губернатору Турееву. Иногда звереют. А, там да. Там вот когда отстроена система... Там финансового крючка не надо. Не надо, там тотальная лояльность изначально. Вот, видимо, поэтому и получается. В определенное время лучше было в Тюменской области. То есть как бы авторитарные региональные режимы вдруг демонстрировали более... Доверяли своим сотрудникам. Да, сначала быстрый аппарат, а потом можно доверять. Но в целом, реальном, что я считаю нужно сейчас делать? Не то перераспределение, о котором вы говорите, потому что оно богатым добавится. Прежде всего, и, пожалуй, в основном богатым добавится. И еще тут вопрос. Мы же тогда резко сузим перераспределительную базу. А что, нельзя считать вот от населения, условно говоря, вот есть некое количество населения, и вот этот перераспределительный фонд по населению выдавать эти субвенции, да? Нет, оно выдается... Нет, это называется трансферты, они разные, не буду портить голову вашим слушателям. Ситуация очень простая. Они разные. И если мы посмотрим то, как распределяется, то есть очень понятная и прозрачная дотация на выравнивание, которая считается по формуле с учетом уровня развития региона, отягчающих обстоятельств развития, там, в горах он, или у него полно мелких деревень, северает, там, или что-то. И это все считается. Но если бы эта дотация составляла высокую долю всех трансфертов, вопросов бы не было. Она в середине 2000-х была 50%. Сейчас, в 2012 году, 24%. А остальное, как бог, и надо шутить. А остальное уже там, как бы, сложно. Как начальник. Да, как воинский начальник. Ну, вот как начальник, хорошо. Значит, мы поняли, что везде плохо, но в некоторых местах чуть-чуть лучше. Получше, я могу сказать, где этот год держится Сахалин, очень пристойно. Но, опять же, там много есть специфики. Хорошо, спасибо партии Яблоко и тем, кто СРП пробил для этого региона. Пробил прежний губернатор. Пробил царство ему небесное. Лучшая сейчас ситуация в Санкт-Петербурге, благодаря вот и тому, что и федералы подкинули. То есть, на Верховный суд дают. И на пиар. Нет, ну, там добавили денежку. На дворцы. Там прилично добавили денежку. Хорошо. Питерские дают питерским. Пока вот не очень устойчивая ситуация, но все-таки держатся вот так называемые новые индустриальные регионы. Хотя вот кризис в автопроме. Калужская, Ленинградская. Кризис в автопроме по ним стукнет. Сейчас же сбыта резко ухудшился. А уже наделали этих сборочных заводов. Я вот жду, что там будет ухудшение. Во всяком случае, в некоторых уже есть. Шикарно, но лидер всех времен и народов, вы его знаете, вот по 13-му году. И так будет до конца февраля. Краснодарский. А то. Так кончится же все счастье. Сейчас Олимпиада пройдет, и денежка уйдет, так же, как из Владивостока ушла. А вот понимаете как? Вот она ушла из Владивостока, из Приморского края, резкий свал инвестиций почти в два раза. А синергии от того, что построено, в общем, немного. Бизнес не заходит. Ну, конечно, этот университет на острове недоделанный. Не буду даже комментировать. Не буду даже. Почему не будете комментировать? Тоска, печаль. Потому что, во всяком случае, еще концом прошлого года, сейчас не интересовалось, ребят возили на автобусах учиться на материк. Но не работал он, кампус. Но зато мосты построили. Нет, два моста правильно, третий на остров Русский. Но это чистый вот уже такой пиар-эффект. Панты. Панты, панты. А два моста очень, кстати, очень правильно. То есть через бухту, через выход на... Да я помню, там болтовня была про канатную дорогу, так что в мосты, конечно, это хорошо. Аж столько денег, но ничего. Но и синергии нет. Но ждем, когда там жители Макао и Китай, вернее так, владельцы из Макао и жители материкола Китая подтянутся играть в игорную зону в аэропорту. Посмотрим. Я с юмором этот проект воспринимала. А инвестор таки объявился. Ну он там гуляет, но денег не платит. Ну посмотрим. Давайте мы маленькую паузу сделаем, потому что надо идти навстречу народу. Александр Михайлович, пожалуйста, ваш вопрос, Наталья Зубаревич. Здрасте. Добрый вечер. Я хотел вопрос вот о земле. Много на землю. Ну как вы знаете, мы повысили в несколько раз. Но деревня российская живет даже в Московской области без централизованного газа, без централизованного водоснабжения на грунтовой воде. Вот как быть в этой ситуации? Ну я полагаю, что ничего не изменится. Все налоги на имущество растут опережающими темпами, потому что дыру в бюджете надо чем-то закрывать. Поскольку упал налог на прибыль, закрывают налогами на имущество и налогом на доходы физлиц. И это не имеет никакого отношения к комфортности проживания. А в Москве еще парковочная оплата теперь. Ну это тоже есть, да. И растет с дикой скоростью. Значит, первое. Этот рост будет продолжаться. Просто вот как бы примите к сведению. Иначе бюджеты рухнут. Грабить будут. Второе. Налог на землю во всем мире. Это не дешевый налог. Я понимаю, что ваши претензии к инфраструктуре того места, где вы живете. Но тем не менее, если мы будем нормально собирать налог на землю, это деньги муниципалитета. Вот тогда у него появится возможность что-то в ваших местах строить. Но поскольку человек звонил из Москвы, значит, он озабочен подмосковьем. А ситуация, понимаете, какая? Человек, который вот именно дачник или проживающий на даче, он не может влиять на жизнь муниципалитета. Да, это так. И более того, в Думе борются, чтобы люди не прописывались на этих дачах. То есть, чтобы они не могли влиять на это, на все. Это сложный вопрос. То, что касается Подмосковья, цена земли чудовищная. Это так. Если брать реальный налог с этой цены, очень многие не смогут его платить. Поэтому будет какой-то длинный переходный период, когда налоги будут расти постепенно, с большим количеством льготников. Но я просто хочу вам сказать. В огромных агломерациях, вблизи Москвы, налог на землю будет расти обязательно. Это общемировая практика. Вот так устроена налоговая система. Вот тут еще вопрос. СМС плюс семь девятьсот три семьсот сорок три двадцать восемь ноль один. Путин большие деньги бросает на Кавказ, чтобы быть своим парнем среди них, забирая у российских областей. В чем края и области провинились перед Путиным? Вы можете дать ответ. Ну, это вопрос сугубо риторический. Политический, а не риторический. Ну, я скажу, риторический. Потому что, если вы хотите, назову вам сумму. Если взять все трансферты из федерального бюджета в субъекты на республики Северного Кавказа, плюс ТВА, приходится 10%. Треть одна Чечня. Остальные получают не так, чтобы уже и очень. Еще один пример. По прошлому году сумма трансфертов в Чечне была равна сумме трансфертов в Якутии. Вы про Якутию много говорите? Нет. А нам Дальний Восток обходится по содержанию тоже очень дорого с точки зрения бюджетной помощи. Проблема гораздо сложнее, чем мы им рисуем. И в то же время гораздо проще. Мы же претензии к чему предъявляем? К качеству расходования этих денег. Что слишком велико. Не воруйте. Да, слишком велико воровство и слишком низко отдача. Так вот, давайте в эту сторону смотреть. Помогать все равно надо. Вы хотите, чтобы там учились люди, лечились люди? Или вам нужно максимизировать терроризм? Деньги перечислять нужно. Вопрос, что федеральный центр не в состоянии проконтролировать расходы. Прежде всего, в той же самой Чечне. Прежде всего. Наталья Васильевна, он не будет в состоянии проконтролировать расходы. Более того, судя по сегодняшнему выступлению Владимира Путина, который сказал, что за разговоры об отделении надо наказывать и так далее, он будет затыкать рот таким разговором. А настроения эти будут расти. Не они же хотят отделяться. Северный Кавказ никуда отделяться не хочет и не будет. Но есть другие люди, которые по опросам там уж больше половины хотят их отделять. Это российское такое странное сознание. Сначала не отдадим Чечню, будем ее воевать, а потом хватит кормить эту самую Чечню. Ну, так две стороны. Логики нет. Логика есть. Это дикая гордость за пространство. Это одна сторона шизофренического мышления. А вторая, да пошли они все лесом, потому что они у нас деньги отнимают. Ну, примите какое-то решение. Или вы гордитесь этим пространством. Тогда уже кахайте, растите. А вот так одновременно это уже шизофрения. Реально будут, я думаю, говорить громче, хотя я боясь, те территории, которые действительно куют доход в стране и немного от этого получают. Вы имеете в виду сибирские? Сибирские регионы. Нездорово. Как бы в этом распределении они участвуют слабо. Им просто мало достается. Урал. Дальний Восток просто не так, что производит. Кроме Сахалина, серьезных доходов. Ну, Якутия, Саусу, потому что там дикие издержки проживания. Там очень все дорого. Из Якутии обещали там что-то такое по Транссибу возить. Якунин. Там страшно нужная на экспорт. Уголь. Уголь, да. Уголь, он и возится. А через Приморье вот этот нефтепровод. Да, к Даниилу, уже дотянули. Уже уголь таки возится. Ну, и стало им лучше жить от этого? Нет, нет. Сырьевые регионы недополучают. Понимаете, ужас-то в том, что где-нибудь что-нибудь новое выкопают, добудут и так далее, а люди лучше не живут. Это так. В этом трагедия современной России. Это так. Это так. Спорить не стали. Лучше живут в Москве, в Петербурге, еще там в десятки городов вот этой первой России. А огромная территория, ну, к примеру, между Москвой и Петербургом, они превращаются в пустыню. Стоп. А вот здесь буду спорить. Ну, давайте поспорим. Ситуация очень простая. Тезис первый, и я боюсь, что его вряд ли можно оспорить. Пространственное развитие никогда не бывает равномерным. Этого нет в природе. В первую очередь развиваются территории, места, локалитеты с конкурентными преимуществами. Агломерационный эффект – это конкурентное преимущество. Это концентрация людей, мозгов, рабочих мест и так далее. Нет, ну, я не буду с вами особенно спорить. Даже во Франции есть территории, где там несколько человек на квадратный километр. Правильно. Значит, мы сейчас говорим о том, каков может быть допустимый разрыв. И какови ресурсы надо положить на то, чтобы этот разрыв смягчать. Пункт первый. Неравенство по доходу между субъектами федерации сокращалось все 2000-е годы. То есть по деньгам перераспределение сработало. Другое дело, насколько это было эффективно. Но неравенство по доходу сокращалось. Средняя температура по российской больнице. Согласна. То есть социально, если вы возьмете эти все коэффициенты расслоения, то, в общем, не очень утешительно. Нет, я говорю региональное. А внутри регионов, соглашусь с вами, оно затормозилось только, когда начался кризис. А все 10 лет экономического роста неравенство росло внутри регионов. Просто цен на нефть, я бы так сказал. Это ли? Это перераспределение ренты? Конечно. А вот как сделать так, чтобы эти услуги были доступны? Про инфраструктуру я даже не говорю, потому что, ну, если честно, у России нет сейчас денег на вменяемую политику, масштабную политику улучшения инфраструктуры. Слушайте, страна, которая за 10 лет экономического роста не смогла построить дорогу между Москвой и Петербургом, знаете, выглядит очень странно. Согласна. Автодорога, я имею в виду. С этим согласна. А потому что у этой страны нет приоритетов нормальных. Почему? У нее есть приоритет. Ну, с этим соглашусь. Мы их не любим. Пилить, уводить деньги. А на дорогах шикарно пилится. Шикарно пилится. Но даже это не смогли сделать. Потому что приоритеты были оформлены в 2000-е годы. Четко. Давать немножко по краям, чтобы не отвалились. Так. И перераспределять лифтяную ренту по социальным стратам, чтобы радовались жизни. Вот и все. Инфраструктура в приоритеты не входила. Потом озаботились. Но в это время началось... И пустили Сапсан. Да. И пустили Сапсан по текущим рельсам. Да. По бывшим рельсам. И получилось не здорово. А теперь стали понимать, что сгнивает. А денег уже нету. Поэтому сделают, если Москву, Санкт-Петербург. Замечательно. Но вот Казань точно делать было не надо. А, наверное, не будут делать. Скоростной, я надеюсь. Потому что это было чисто лоббистское решение. Эта дорога никогда... Хотя инфраструктура, может, и не должна быть окупаемой. Но выбор именно в сторону Казани мне непонятен. Как регионалисту. Ну, зато в Сочи будет все хорошо. Нет. Там и начнут садские проблемы. Как только кончится Олимпиада, встанет вопрос о содержании этих объектов. Повесить их на бюджет края не даст Качев. Или он не губернатор. Орел. А он Орел. Он отбивать умеет. Потому что бюджет пролетит. Это очень дорого. Заставить компании их эксплуатировать максимально попытаются. Ну, сколько советов директоров можно? Вот грех идея. Собирать там все советы директоров всех компаний. Ну, если раз в неделю собираться всем крупным российским компаниям, может, поддержать. Но я боюсь, что их бюджет не будет. Сейчас их финансисты не будут счастливы. Дальше. Что-то придется демонтировать. Это потеря лица вообще-то. Зачем строили, если демонтируем? А придется. Потому что эксплуатировать и заполнять эти объекты реально не получится. Я тут слышал шуточную такую идею, что надо просто столицу перенести в Сочи. Ну, или хотя бы администрацию президента. Президент любит сидеть в Сочи. Премьер-министр тоже любит. Вот эти аппараты туда перенести. В частности, разместить их в этих спортивных сооружениях. А представляете, какой это будет дополнительный налог на бизнес и частных налогоплательщиков? Это дубляж всех структур. Это перелеты чартерами там 30 раз. Отлично. Запустят эти лоукосты, а то они все разорились в России. Нет, а у них же бесплатно это за счет бюджета. Им все равно летать надо, значит. Много будет самолетов летать. Но я вот наблюдала это в версии Астана-Алматы. Но у них же получилось. Они свои геополитические проблемы решили. Покорение Северного Казахстана проблемы решили. Нет, они в этом дело. Город-то не живой. Там одна бюрократия. Там, ну, есть сервисы, конечно, но которые в первую очередь обслуживают бюрократию. Если вы едете в живой теплый город Алматы, вы увидите, что он живой. Он в любом случае будет развиваться. То с Астаной у меня есть вопросы, потому что у нее недостаточно диверсифицированная городская основа. Он искусственный. Ну, вы понимаете, что Москва, в общем, как это говорить, нерезиновая, да? Она неуправляемо растет. Все эти потуги Собянинской администрации за два года только хуже все делают. Новая Москва – это рухнувший проект Медведева. Вот, все застроят какими-нибудь там 9-10-17 этажками и будет еще катастрофа такая. Ну, мы кричали против новой Москвы, как резаной, но это бесполезно просто. Это бесполезно. Ну, вопрос-то, тема остается, правда, с Москвой, что она неуправляемо растет. Значит, ответ. Азиатчина. Нет, ну, не скажу, что азиатчина. В худшем смысле. Нет, скажу, что это просто инфраструктурный коллапс, экологический коллапс, это понятно. Поэтому Путин в Сочи. Путин в Сочи и администрация в Сочи туда, и все будет хорошо. Вы знаете, да, но тогда половину сонщинцев, а их там 300 тысяч, надо выселить, чтобы по дорогам, или все на вертолетах. Или все на вертолетах. Так и сейчас на вертолетах. Ладно, пусть попробуют. Премно. Ну, я могу вам сказать одну вещь. Вам, конечно, проект, ради бога, пожалуйста, только одна деталь. Вот вы Астану хвалили, а я тут привожу всегда одну и ту же цифру. В течение 10 лет 10% ВВП, не бюджета, ВВП Казахстана тратилось на развитие обустройства столицы. В Казахстане нет пособия по безработице, там просто его не существует. В Казахстане копеечные выплаты в сфере социальной защиты. Цена вопроса, вот я всегда это задаю, если вас устраивает цена вопроса, пожалуйста, ни в чем сегодня отказывайте. Четыре столицы построите в разных кустах. Кто-то хотел во Владивостоке. Это вопрос приоритетов. У Петра был приоритет, он решил этот вопрос. Но костьми, костьми. Вы знаете, век нынче, слава богу, не начало 18-го. Костьми не надо. Я сегодня, кстати говоря, видел интервью одной пекинской дамы, урбаниста и архитектора. Она советовала, по крайней мере, развивать города Подмосковья, чтобы как-то создать там новые центры и оттянуть население от Москвы. Эту же идею предлагали одни из участников конкурса. Они делали упор на четырех центре и вокруг аэропортов такие новые зоны роста. Это возможно. Надо дальше от Москвы. А, вы имеете в виду... Ну, не знаю, Серпухов, Сергеев, Посад. Вот как-то туда, к границам что-то сделать. Вы знаете, агломерацию довольно сложно искусственно простраивать. Можно способствовать. Китайцы пытаются. А, ну, а если вы были в Пекине, то вы обнаружили что-то, наверное, что там шесть МКАДов, шесть колец вот таких вокруг города. И Тяньзин 100 километров. Что там, извините меня, маленькая деталька, сельское население все еще половина, и, соответственно, притяжение в город идет огромное. Он расползается, без сомнения. Но там очень много инвестиций в инфраструктуру. Но дополнительные города там сработают по той простой причине, что там городское планирование другого уровня. У нас, я сомневаюсь, что это получится. Хорошо. Я еще один вопрос. Уже опять вернусь из Москвы в регионы. Вот был изменен закон о налогообложении так называемых интегрированных бизнес-групп и стали деньги выводить, причем недавно, да? Да, 13-й год. Вот. Стали деньги выводить из разных регионов. При этом каждому региону федеральный бюджет обещал что-нибудь такое компенсировать. Ну, вот условная история там по моей любимой Карелии. Костомухшский горный обогатительный комбинат вывел оттуда прибыль, центр прибыли, и, так сказать, перестал платить налоги. Естественно, никакую эту дыру не закрыли, там же валится алюминиевая промышленность, с лесом плохо, надвоится там и прочее, прочее. Ведь это же не в одном регионе такая история. Вот вы можете объяснить, зачем федеральная власть и правительство пошло на то, что уничтожает фактически десятка-полтора регионов? Могу. Ситуация строго в рамках «хотели как лучше», «получилось как всегда». Значит, первоначальный импульс для этого дела был такой. Штаб-квартира компании утягивает прибыль из мест, где она куется, и перетаскивает ее на штаб-квартиру, а потом на офшор. Это нехорошо, с этим все согласны. Значит, надо увеличить долю прибыли, которая остается в том регионе, где она производится. И когда этот закон был принят, я невнимательный читатель, я страшно радовалась и говорила, «Ну, наконец-то, там, где металлургические заводы, нефтехимические предприятия, будет прибыль». А потом произошло следующее. И я еще удивлялась, как удалось пробить сопротивление крупного бизнеса, этот закон так легко протащить. Я не прочитала вторую составляющую, что раз так, то бонус нужен и крупным компаниям. Если у вас интегрированная бизнес-группа, и вы платите как консолидированный налогоплательщик, значит, если у вас в одном месте прибыль в минусах, то есть убыток, а в другом в плюсах, вы можете интегрировать сальдо-бульдо-ноль. И все территории, где прибыль была, конечно, из них вытащили, почти у всех компаний есть убыточные производства, и обнулили все это дело. Вот поэтому, а, законы надо читать внимательно и вопить на ранней стадии. Но куда смотрели депутаты от регионов? Они что, дети малые? Они в Единой России состоят. Вы знаете, как и голосуют, это замечательная партия. Даже если им скажут собственную мать там уничтожить, они, пожалуй, проголосуют, судя по тому, что они делают. Давайте мы еще вопросик. Вот из Калининграда. Звонок, Владимир, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Мне кажется, что... Я вот не верю в то, что говорит ваша собеседница. Почему? Потому что я вижу, что молодежь вливается не в какое-то производство, а каждый год выпускается институтами большое количество молодежи, и они вливаются в бюрократическую систему. А бюрократическая система датируется только нефтью и газом. То есть это добыча нефти и газа. А производство не растет. Отверточное производство, я не считаю производством. В том числе и в Калининграде. Вопрос. Вопрос такой, что... Как все это существует? Я за вас спросил. Хорошо. Как все это получается, что бюрократическая бюрократия выросла до размеров Советского Союза, хотя Россия совсем даже не Советский Союз, ни по населению, ни по территории? Ну я, честно говоря, немножко не поняла осуждения. В Калининградской области спад. Я не говорила, что молодежь идет на производство. Ну да ладно. Каждый слышит то, что он хочет. То, что он слышит. Я сказала, что не будет роста безработицы большого. Это да. Но дело не в молодежи. Ситуация очень простая. Это тип систем. Авторитарные системы, когда они отрастают. А государственная экономика, когда она отрастает. Она по закону Паркинсона генерит себе подобное. И растет до тех пор, пока ее что-то не остановит. А умная молодежь идет туда, где платят деньги. Где платят больше. И вы же читали эти приоритеты. Либо госслужба, либо Газпром. Всем все. Ну, Роснефть теперь добавилась. Вот тут Елена волновалась у нас на сайте по поводу отзыва лицензии у двух банков Самарской области. Волгокамского и Волжского. И что следующий на очереди, говорят, Газбанк. И таких проблем в регионе не наблюдалось давно. И что это такое? Что там в Самаре? Я думаю, что рискованное кредитование, прежде всего потребительские кредиты, пошли невозвраты. Во-вторых, я думаю, что были схемы какие-то. Идет ужесточение надзора, и это понятно, это правильно. Ну, значит, в банке были такие сливные бачки. Ну да, а Самарская область как сама по себе? Самарская область очень средненькая. Но у нее был такой тяжелый период в 2009 году, в конце 2008-2009. Она медленно выходила из кризиса. Я думаю, что сейчас будет вторая волна. Потому что производство автоваза падает. В авиапроме все крайне слабенько. Но только нефть держит. Нефть и нефть и переработка. Вот по поводу, там хватит кормить Москву. А вы видели опросы, где больше 51% москвичей? Меня это удивило. Оказывается, осознают, что и город обкрадывает всю остальную Россию. Ну, слава богу. Ну, в конце концов, честность – это хорошее свойство характера. Если люди понимают, что все, что Москва себе позволяет, – это в очень значительной степени незаработанные деньги. Там два эффекта. Первый эффект называется агломерационный. Это преимущество концентрации. Много всего. Дешевле издержки за счет этого. Выбор больше. И это святое. Это позволяет городу развиваться. А второе – это чистая рента столичного статуса. Когда все компании здесь. Это же не вопрос, что федералы дают Москве много денег. Это значит, что в бюджет Москвы платится гигантское количество, прежде всего, налога на прибыль, который реально заработан не здесь. Вот в чем дело. Сейчас ситуация меняется. И я хочу сказать, уважаемым москвичам, все становится более нормально. В 2013 году объем поступлений налога на доходы физлиц превысил налог на прибыль. Москва постепенно утрачивает эту гигантскую ренту. Пока там затормозили только «Газпром», чтобы не уходил. Но в Москве главным налогом становится НДФЛ. Мы, москвичи, теперь будем диктовать, что мы хотим от властей этого города. Мы на него зарабатываем. Ну, у них шансы есть. В смысле, у москвичей выборы в Мосгордуму будут. Вот они там, может быть, продиктуют что-нибудь властям этого города. Хотя, конечно, вот то, что вы сказали, не может, наверное, не тревожить жителей столицы, поскольку разрекламированные, грандиозные были планы транспортного строительства, которые, правда, сейчас уже стали подрезать строительство метро. И что? Возможно, все это миф был предвыбранный в Собянинске? Нет, они будут проводиться. Значит, что будет точно оптимизироваться? Вообще, московские финансисты умные люди. Вот как бы там аккуратно... Самый умный ушел, правда, Шаронов. Но он не финансист. Но он не финансист. Но тем не менее, да, там очень разумно делается, там по одежке протягиваются ножки, сокращение расходов чуть-чуть быстрее, чем сокращение доходов. Точно будут снижаться расходы на ЖКХ, аккуратнее будет вестись политика соцзащиты, и московские надбавки к пенсии зафиксированы уже по верхней планке, и масштаб доплат будет сокращаться. Будет ревизия вообще всех социальных выплат и пособий, потому что там очень много странностей. Это вот от лужковских времен, когда, ну, это были очень часто неразумные решения. Не то, что меньше, точнее, надо помогать, в первую очередь, тем, кто в этом нуждается. А может, и плиткой будут меньше тут мастеть? А, да, и еще самое главное, это я вам на всех углах тоже кричу. В московском бюджете не может быть доля расходов на благоустройство в размерах 5% от всех расходов. Во всех регионах эта доля составляет хорошо 1-2%. Плитка входит в эти 5%. И цветочки. И цветочки. Вот давайте попросим, чтобы цветочков было меньше, а эта часть расходов перераспределилась на более значимые цели. Или хотя бы не сажали цветочки, каждый месяц новенькие. Кустики можно посадить, они долговечны. Хорошо. Еще вопрос по поводу все-таки каких-то перспектив. Ну, вы там входили в какую-то комиссию по централизации. Нет, был давно и неправда. Я там один раз побывала. Вот, один раз побывали. А вообще, вот во власти, но иногда экспертов все-таки зовут, как-то там пообщаться, поговорить. Есть понимание, вот что с этим насосом, да, московским, ну или федеральным, как-то надо немножечко заканчивать. А то от страны во многих местах мало что останется. Понятно, что нужно... Им понятно или нет? Да, а комиссию бы не создали, если бы не понимали, что стянули на себя по самое не могу уже полномочий. Но там два момента. Первый момент, дикое недоверие к регионам. Это вот приехал на Дальний Восток господин Галушка, новый наш, как он, Минвосток развития. Первое, что он сказал в регионах, мы будем вас контролировать, вы все оруете. Милый господин Галушка, а в Москве этого не происходит. В смысле, в федеральных органах? Да, да, вот где, в федеральных органах. Но еще ни одного министра не посадили, поэтому они могут сказать, министры не воруют. Да, короче говоря, это вот московское снобство по отношению к регионам до тех пор... Вот это, кстати, самый страшный ментальный барьер. Потому что я в регионах видела гораздо более деятельных, умных людей, чем многие люди, сидящие в федеральных министерствах. Потому что они там живут, им там все-таки надо развиваться. И в глаза людям еще смотрятся. Да, они ближе, они просто ближе. Хотя качество региональной власти, я беру уровень губернаторов и ближний к ним, за 10 лет ухудшилось. В смысле, за 10 лет пока не выбирают? Да, ухудшилось. Это так. Страху больше, компетентности меньше и, как бы, результат налицо. Ну и что они будут делать, Ваш прогноз? Значит, а все понятно уже. Первое, сокращение трансфертов для того, чтобы регионы рубили социалку, потому что действительно добавляли так долго и много, что болевар уже этого не выдерживает. Второе, точечное распределение средств в те места, где, значит, ощущается напряг, это будут гасить. То есть там, где вышли на улицу, туда и подкинут? Ну, пожалуй, да. Если раньше подкидывали голосование за Единую Россию, то уже, например, во время кризиса 2009 года распределение денег на поддержку безработицы было очень вменяемым и очень разумным, за редким исключением. Поэтому будут помогать. Третье, будут смотреть сейчас, какие форматы помощи регионам в части покрытия дефицита. Четвертое, ну, видите, тихонечко девальвируют рубль, чтобы регионы с экспортной ориентацией, сырьевики в первую очередь, тоже что-то подзаработали. Ни одного простого решения. Это куча сложных способов подергать за ниточки. И вот тут-то у меня вопрос. А компетентности ли достаточно для того, чтобы грамотно сделать дизайн этих мер, а не так, чтобы одни меры убивали другие? Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» была Наталья Зубаревич, профессор географического факультета Московского государственного университета. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин